Доброго времени суток! С вами Йети. В этом видео я отвечу вам на вопрос, почему у меня растет все, кроме грудных мышц, почему они практически не прогрессируют, потому что это часто замечают, подмечают на всех моих фотографиях, что я в принципе везде уплотняюсь, увеличиваюсь, грудные мышцы как будто неизменны. В течение двух лет никакого прогресса в них не происходит, то есть это незаметно. Наверное, думают, что я не тренируюсь. В общем, отвечу сейчас на этот вопрос, и в конце вы сможете провести аналогию с собой, почему у вас какие-либо мышечные группы могут не расти. Значит, в чем дело? В 18 лет я пошел в зал, в универский зал, тренажерный, обычный, абсолютно стандартный тренажерный зал. Не относился я ни к тяжелой атлетике, ни к пауэрлифтингу, поэтому я просто занимался в свое удовольствие. Мне оставили часы, что я их хожу, ну то есть отведено под физкультуру, там несколько часов, и их нужно отходить. Я шел туда целенаправленно набирать мышечную массу, потому что я думал о перспективах, о том, что в конечном итоге я буду заниматься бодибилдингом. Ну то есть были у меня такие планы, я понимал, что на это уйдет много времени, так как я высокого роста. Но я в целом к этому был готов. В общем, на стандартной своей тренировке. Я тренировался сплитами, то есть у меня там 4 упражнения на грудные мышцы было, на мелкие мышечные группы 3 упражнения, может быть 5 иногда было на грудную мышцу, но это, по-моему, перебор. В общем, в чем суть? Под разными углами тренировался, сводил, разводил, жал, все как положено, стандартный набор упражнений. На момент, когда я жал 70 кг на 8 раз, нужно было сдавать уже нормативы. То есть были нормативы по физкультуре, в конце полугодия нужно было показать, сколько вы подтягиваетесь и сколько вы жмете. Не помню, третий тест еще какой-то был вроде как, в каком-то еще упражнении, но я точно не помню. Могу сказать, по-моему, пресс даже был третий. В общем, в жиме какой был у меня показатель разовый, как вы думаете, при том, что я жал 70 кг на 8? Ну вы так, наверное, прикинете и скажете, что это килограмм 90, может быть 95. Нет, я скажу, что это было 75 кг на раз. То есть 75 кг на раз при жиме 70 на 8 на стандартной тренировке. Почему так? Почему люди были, которые там жмут 60 кг на 8 раз, и при этом разовый жим выдают 85 или 90? Просто были даже люди, знаю прекрасно, которые жмут 70 кг на какие-нибудь 6 раз, при этом выдают разовый жим 100 кг. Каким образом это происходит? У меня лично был, например, знакомый, который жал на 10 кг меньше меня в 8 повторениях вес, но при этом разовый жим у него был на 10 кг выше, чем у меня. То есть как это вообще происходит? Почему так? Потому что соотношение моих мышечных волокон в грудной мышце преимущественно медленное. То есть, наверное, 80-90%. Поэтому у меня, в принципе, многоповторка, то есть жим на 10 раз, практически не отличается от разового жима. То есть вообще. О чем это говорит? Что мне нужно было просто тренировать медленные мышечные волокна, и я бы набрал свои объемы. Не совсем так, потому что мышечные объемы, то есть утолщение у нас медленных мышечных волокон, оно происходит гораздо медленнее, чем быстрых мышечных волокон. При этом поперечник изначально у медленных мышечных волокон тоньше, чем у быстрых мышечных волокон. И к гипертрофии склонны только быстрые мышечные волокна. Медленные очень медленно гипертрофируются, то есть практически не утолщаются. Поэтому, в чем суть? У меня всего лишь на распоряжении волокон, которые элементарно могут хорошо вырасти, процентов 20. Есть люди, у которых, наоборот, преимущественно быстрые мышечные волокна в грудной мышце. Они предрасположены к гипертрофии изначальной, к развитию силовых показателей. Я предрасположен к выносливости, в плане именно к грудной мышце. Кстати, в ногах у меня нет такого дикого разбега по соотношению, то есть оно там примерно равное. То есть там и медленных, и быстрых достаточно, примерно они пропорциональны друг другу 50 на 50. Так как, опять же, если оценить, сколько я мог приседать на 10 раз, и сколько я мог присесть на раз. То есть там разница уже была гораздо больше в процентном соотношении, чем в том же жиме. Для мышц спины то же самое, в подтягиваниях это проявлялось, в каких-либо тяговых движениях. Там тоже у меня быстрых волокон предостаточно, их можно развивать. В бицепсе много быстрых мышечных волокон, в бракеалисе много мышечных волокон быстрых, которые тоже прекрасно гипертрофируются. Это вот в моем теле. Грудные мышцы, как бы я их ни тренировал, по сути, у меня хорошо растущих мышечных волокон всего 20%. Порядка 80, может быть, 70% медленных мышечных волокон, которые будут с трудом поддаваться мышечному росту. Здесь, в принципе, вы можете провести с собой аналогию и понять, почему так. Кстати говоря, анонсирую, следующее видео будет про определение как раз соотношения медленных и быстрых мышечных волокон с помощью теста в конкретной части вашего тела. То есть, исходя из этого, у вас уже будут строиться тренировочные принципы. То есть, количество повторений вы будете определять, конкретно выбирать диапазоны под ваше соотношение. То есть, в каком-то случае лучше развиваться через силу, по крайней мере, первое время набирать базу. Так как, в принципе, у нас гликолитические мышечные волокна все равно в конечном итоге становятся более выносливыми за счет увеличения количества митохондрий. И таким образом все равно, то есть, человек, который набирает силу, у которого преимущественно быстрые мышечные волокна, он все равно будет склонен больше к росту, чем у которого они медленные. Но если человек с медленными мышечными волокнами будет упираться в пауэрлифтинг, пытаться там выступить, то ему, чтобы пожать 200 кг, нужно будет элементарно уметь жать 180 кг на 20 раз. Что, в принципе, нереально, на мой взгляд. Ну, то есть, примерно такой разбег. Если медленных мышечных волокон большая часть в вашей конкретной мышечной группе, то есть, например, грудной, вот мне конкретно, чтобы жать какие-нибудь, не знаю, 150 кг на раз, мне нужно жать 130 кг на 10 или на 12. Вот в таком случае я пожму эти 150 кг на раз. То есть, ну, я не помню, я давным-давно не жал уже на раз, по крайней мере, последний мой какой-либо жим вообще на скамье, на стандартный, был, по-моему, 130 кг на 7 или на 8 раз, но это было очень давно. То есть, после этого я не тренируюсь уже на стандартном жиме. Я делаю наклонные скамьи и с гантелями, то есть, совсем другие углы использую. Не тренируюсь сейчас со штангами вообще, потому что развивается асимметрия, у меня одно плечо повреждено, само собой понятно. Но, в общем, могу сказать, что важно определить, какое у вас соотношение мышечных волокон еще на начальном этапе ваших тренировок. То есть, как вы пришли в зал, нужно провести тест и понять, как вам будет более выгодно развиваться, расти во многоповторке или расти в силовых показателях. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч.